Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Дмитриевич, справедливо, Россия за правду будет выступать против этого законопроекта по вполне понятному правду причине. Бюджетное правило, которое является главным содержанием этого законопроекта, а все остальное является деталями, это запрет развивать российскую экономию, которую мы сейчас вводим фундаментально в бюджетный кодус. Это настолько токсично, это настолько оскорбительно для граждан Российской Федерации, что министр экономического развития, когда ему заюгнулись об этом, долго убедительно объяснял, что это невозможно и этого не может быть. Тем не менее, это есть, мы сейчас это обсуждаем. А сама мысль настолько токсична, что сама мысль о возможности уважения к людям, которые, так сказать, этот законопроект вводят с этой трибуны, была закреплена как неприемлемое политиканство. Я напоминаю, и Оксана Генриховна здесь все очень правильно сказала, но я хотел бы уточнить, фонд национального благосостояния нужен для того, чтобы, как мы видели, чтобы в России не было заводов, а чтобы вооруженных сил Украины было оружие убивать наших солдат и офицеров. И сейчас этим законопроектом мы на вопрос Милюкова, глупости или измена, даем совершенно четкий, однозначный и исчерпывающий ответ. С этой трибуны в качестве обоснования этого закона было сказано чуть-чуть другими словами. Но, господа, то бюджет же фиктивный. Мы же принимаем сейчас фиктивный бюджет, в котором нет и не будет тех денег, и, скорее всего, которые туда записаны. Так вот, денежки тем будут, потому что помимо доходов от нефти, там зафиксирован рост цен в экономике. Называется дефлятор ВВП. Не только на потребительском рынке, а в целом в экономике. Напоминаю, потому что мы все это читаем, что рост цен в экономике на следующий год запланирован на уровне 3,4%. И бюджет сверстан, исходя именно из этих денег. И никто не будет повышать расходы бюджета, как во времена Гайдара не повышал, так и сейчас не повышает, в меру инфляционных доходов, которые этот бюджет получает. За счет того, что нужно брать взаймы не для того, чтобы брать взаймы, сделать ненужные взаймы, выкармливать нашими деньгами финансовых спекулянтов, потому что нужно же выяснить, какая цена кредита на самом деле. Так вот, бюджет берет взаймы не на независимом рынке. Он берет взаймы прежде всего у государственных банков. То есть, в принципе, он может брать взаймы под 0%, и никого, кроме кучки государственных олигархов это не заинтересует. И самое последнее. Основной аргумент оппонентов. Я все-таки должен заметить, что государство отличается от алкоголиков. Спасибо. Хотя, вообще говоря, это очень сильное утверждение. Возможно, мои оппоненты правы. Спасибо. Пока.